Приветствую вас, я думаю, что наилучшим, наилучшим, вот, прямо идеальным решением для нас было бы отказаться от какой-то идеи того, что муж ваш, ваша, вообще должен исправляться, то есть, вот, ваша основная, как бы, причина страдания, да, причина боли, стресса, стрессового, какого-то состояния, она, именно в том, что вы хотите, чтобы муж исправился, но он, как бы, вот, может не исправиться, то есть, вот, ключевой момент, он, ну, это, что муж, он, может не исправиться, и в этом случае, как тогда быть, если он не исправится, то есть, вы ставите себя в зависимость от человека, получается, а это крайне деструктивная позиция по отношению к вам самой. То есть, я не говорю сейчас о том, что, там, он правильно поступает, там, он неправильно поступает, там, не говорю сейчас о том, как и что он делает, вот, то есть, как бы, этого всего я не говорю. Почему? Потому что, ну, как бы, смысла никакого в этом, на самом деле нет, нет смысла говорить о таких вещах, вот. Как бы, мне кажется, что гораздо важнее, гораздо важнее, как бы, вот, обратить внимание, да, именно на то, что вы, ну, зависимы слишком от того, изменится он или нет, сделает он что-то или нет. Вот это вот большая, на мой взгляд, проблема. И именно вот это, возможно, и нужно вам, в первую очередь, для себя скорректировать, да, вот, и дальше уже что-то будет понятно. Таким образом, таким образом, можно констатировать, можно констатировать таким образом, значит, первый момент о том, что, ну, что вы хотите, да, то есть, что вам, собственно говоря, нужно, чего вы желаете. То есть, что делать, то есть, что делать, условно говоря, да, что делать, чтобы, что, по итогу, вот, то есть, исправить мужа, нет, не получится исправить мужа. Потому что человек, да, потому что человек, он, условно говоря, он, условно говоря, взрослый, да, и исправить его, он, не получится, вот. Точнее, может быть, и получится, может быть, и получится исправить, но рассчитывать на то, что он исправился, именно рассчитывать на то, что он исправился, ну, на самом деле, нельзя. Вот. Потому что, а вдруг нет, то есть, вам, в этом смысле, нужно больше ориентироваться на свои интересы, вам в этом смысле, нужно, ориентироваться в большей степени на себя, а, саму, вот, а, не на него, потому что, что, так, может быть, да, как там может быть и так далее, это вот такой момент, ну, очень, очень неоднозначен этот момент, на самом деле, вот, то есть, ну, как раз нельзя ставить себя в зависимость, да, от человека, это было бы по отношению к вам крайне негуманно, вот. Я надеюсь, что данный аспект вы примете на вооружение, потому что для сохранения, скажем так, своего здоровья, для сохранения, скажем так, своей, своего комфорта, тогда вам это необходимо, вот, и надеюсь, что вы перестанете ориентироваться слишком, слишком сильно, вот, чересчур, может быть, сильно на человека, и будете ориентироваться в большей степени на себя, тогда, тогда, тогда может случиться так, что и ваш муж, он, увидев, он, увидев, что вы, ну, изменились, увидев, что вы поменялись, увидев, что вы стали стали по-другому вести себя, возможно, и он тогда тоже что-то изменит в своем поведении, вот. То есть тут, тут вот важно понять, что для проявления какой-либо активности, для проявления какой-либо активности, со стороны, допустим, ну, со стороны, допустим, мужа, да, вот, для проявления активности какой-либо, со стороны мужа, нужна свобода определенная, да, нужна определенная свобода, определенная свобода, ну, определенная свобода деятельности. Давайте, кстати, назовем это так. И если свобода нет, то и вероятность того, что активность будет, она падает очень сильно. Потому что, ну, нет, нет свободы, и, соответственно, активность под принуждением. Вот, а если активность под принуждением, то, соответственно, это не искренне, не искренне активность, да, а, там, ну, какая-то вот не свободная. И, естественно, естественно, что ничего хорошего из этого не получится. Не для вас, не для вашего мужа. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Имейте, пожалуйста, это в виду, и не смешивайте воедино, да, не смешивайте в одно целое. То, что хочется, допустим, вам, и то, что хочется, и то, что есть на самом деле, ну, в реальности. Ну, вот. И кроме того, не лишним, наверное, будет поднять вопрос об ответственности, да, то есть вы, условно говоря, не ответственны за мужа, за то, чтобы он исправлялся, потому что, ну, вы неисправительная как бы колония, да, в этом смысле. Ну, вот, и очень важно вот это для себя все-таки понимать, да, что мужчина, он не обязан, он не обязан исправляться, он не обязан, как бы, поступать и делать так, как вы, там, допустим, хотите. Вот. То есть это, конечно, неприятно, может быть, безусловно, неприятно это, но, тем не менее. То есть, когда вы, к примеру, вот, говорите о том, что он не исправляется там и так далее, вы тем самым, ну, как бы, выступаете по отношению к нему как родители. Вот, а это на корню убивают любые здоровые отношения. Так что, имейте это, пожалуйста, в виду, да, и все-таки, вот, как мой коллега говорил, отношения нужно взрослый строить по принципу взрослый-взрослый, а не по принципу ребенка. Как строите вы, там сама идея об исправлении, она проистекает из этого, из того, что, ну, из того, что вы считаете, из того, что вы считаете, ну, что, как бы, ну, что ваш мужчина, он поступает как-то неверно, неправильно, там, неправильно. Да, на самом деле, это не так. То есть, я уверен, если вот так представить, да, то нет прямого вреда от его поведения, либо нет, либо, если есть, то вы можете его достаточно легко исключить. Именно, именно вред, вы можете именно вред, достаточно легко исключить из своей, вот, ну, из своего, из своего личного пространства. Что там так? Вот. Другой вопрос, да, другой вопрос, да, хотите ли вы этого? Вот. Вот. Вот это вопрос. Значит, вопрос в большей степени адресован к вам, нежели, чем к нам. Вот. Так или иначе, нужна цель. То есть, как мне быть, что бы, что. Это вот ключевой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.